Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня мы с вами поговорим об очередной горячей новинке от компании Xiaomi. На этот раз в лице Redmi Note 12T Pro. Аппарат получит довольно мощное железо, много памяти, рекордную автономность, крутые камеры и конечно же приятный ценник. А знаете ребят, где я публикую секретные топовые скидки на лучшие смартфоны и электронику с Алиэкспресс и местных магазинов? Правильно, в нашей группе в Телеграм, так что если вы в поисках нового смартфона, но при этом нет никакого желания переплачивать, тогда милости прошу к нам в Телегу. Так тут я вручную мониторю и отбираю для вас лучшие предложения и цены и публикую их на страницах нашего сообщества. Тема крайне годная и максимально полезная, все необходимые ссылочки вы всегда найдете в описании под этим видео. Что ж, не успела 12 линейка Redmi Note официально повсеместно запуститься на глобальном рынке. Хотя стоит отметить, что в Индии новиночку все-таки представили примерно месяц назад и они уже довольно неплохо продаются, но вот до нас все никак. Есть информация, что Redmi Note 12 официально запустят на всех остальных рынках, в том числе и у нас в марте этого года. Все свидетельствует о том, что это действительно скоро случится. Так, если посмотреть на тот же Алиэкспресс, то магическим образом и Redmi Note 12, и Note 12 Pro, и Redmi Note 12 Pro Plus пропали с прилавков. Обычно Xiaomi проводит такие чистки на Алике как раз перед запуском официальных глобалок. Такое наблюдается уже не в первый раз, а само собой, чтобы не создавать самим же себе конкуренцию. Да и вообще, у Xiaomi с Аликом всегда была отличная связь, они следят за тем, что там продается. Поэтому мы часто не можем там найти редкие Xiaomi аппараты для внутреннего рынка. Достаточно просто сравнить с тем же Таобао, где они есть. Ну да ладно, на глобалочку приходят двенашки, а у себя на родине они уже не актуальны, и поэтому компания также в марте готовит к старту в продажу уже новое поколение, как всегда с приставкой T. Известно точно о Redmi Note 12T и Redmi Note 12T Pro. Не исключаю и плюс версию, но я о ней инфы на китайских формах пока что не нарыл. Так вот, с точки зрения дизайна, каких-то кардинальных отличий с обычными двенашками у Тэшек не будет. Так, лишь незначительные косметические основные же отличия будут заключаться внутри. Железо, аккумуляторы, камеры, всё поменяют. И кстати, одна из новинок, а именно Redmi Note 12 Pro, станет будущим хитом Poco X5 GT. И вот о ней мы как раз таки сегодня и поговорим. Хотя, опять же, исходя из слитых характеристик, чего-то прорывного в сравнении с тем же Poco X4 GT тут не будет, а по некоторым статьям так вообще классический Xiaomi-шный даунгрейд. По типу выпускаем крутую модель, а потом режем всё, что можно в следующем поколении, а народ будет покупать по инерции. Циферка-то в названии больше. Поэтому, как по мне, из самых доступных вариантов, опять же, на данный момент и есть, и будет топ Poco X4 GT. Его уже, к сожалению, снимают с производства, если уже не сняли, так что советую поспешить, потому что потом будут либо БУ, либо РЕФы. Налики, ценники, конечно, не особо радуют, а вот у нас в стране прайсы не так шустро реагируют на скачки доллара. И сейчас тот же Poco X4 GT можно купить по вполне ещё адекватной цене. Главное, что он до сих пор есть в наличии. Кстати, свой Poco X4 GT я покупал именно в этом магазине. Не реклама, мои зрители не дадут мне соврать, все видео есть на нашем канале. Ну а чтобы избежать дополнительных вопросов в комментариях, как всегда, постараюсь прикрепить в описании под этим видео все ссылочки с самыми минимальными ценами, что мне только удастся найти на все смартфоны из данного видео. Надеюсь, окажутся полезными. Так вот, сердцем нашего сегодняшнего героя стал совершенно новый восьмиядерный 64-битный чип от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 7 Gen 2. За графику отвечает довольно интересный Adreno 668, который в целом по производительности не сильно уступает топовым решениям. Так вот, в Antutu 9 версии новинка будет набирать около 800-850 тысяч очков, что ориентировочно на 50-60% мощнее, чем тот же Mediatek Dimensity 1085G. А по графической части так вообще наблюдается чуть ли не двухкратный отрыв, но если сравнивать его с Dimensity 8100 и с Poco X4 GT, то по факту разница будет уже, ну, не такой большой. А по общему знаменателю так вообще чипы очень близки, и тот и тот по восемь сотен тысяч очков в Antutu. Что ж, как я и говорил, прорывов скорости ждать не стоит, просто произошла замена Mediatek-овского чипа на чип от компании Qualcomm. Ну, для фанатов Qualcomm это, конечно же, плюс. Да и сам чип ожидается холодным и стабильным, так что, думаю, в общем итоге мы получим довольно производительное решение без лишних понтов. Объем оперативной памяти будет от 8 до 12 ГБ, ну и накопитель составит от 128 до 512 ГБ. Питается это дело, кстати, очень неплохая баночка на 5500 мАч с поддержкой быстрой 67-ваттной зарядки. Без рекордов, но вот автономность будет действительно царская. Так, чипы в новинке сам по себе весьма энергоэффективны, а вот с экраном небольшая засада для фанатов IPS-панелей. Тут, исходя из утечек, ожидается 120-герцовая LED-матрица с диагональю в 6,67 дюйма с разрешением Full HD+. Что ж, по сути, матрица такая же, как и у предшественников, быть может, с минимумом косметических изменений позитивного характера. Ничего большего, и никаких нам 144 ГГц, а жаль. Фронталочка тут будет в дисплее на 16 Мп, а вот по поводу основной, к сожалению, тишина. Есть только смутная информация про какой-то новый крупный 50-мегапиксельный сенсор, но вот кто его производитель умалчивается. Если Sony, то всё окей, если OmniVision, то уже скорее такое себе. В любом случае, всё надо тестировать. Далее в ангой будет 8-мегапиксельный ширик и макро-затычка на 2. К дополнительным особенностям новинки могу отнести, конечно же, максимально актуальный 13-й Android с фирменной 14-й MIUI, стереодинамики, защиту от брызги пыли и, конечно же, NFC. Что до ценников, то тут есть пока что такие цифры. За базу 8-128 производитель запросит от 249 долларов, а за топ-12-512 уже от 349 баксов. Плюс, конечно же, наценки магазинов. Ну а так, в целом, моделька хоть и не революционная, но всё же освежённая и вполне интересная. Ну а вы, ребят, обязательно выскажите своё личное мини-поводу нашего сегодняшнего героя в комментариях под этим видео. С радостью побеседуем и разберём его по косточкам. Всем огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку в виде лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok